Каждые каникулы в России я проводил в обычной деревне. Недалеко от Пагнитогорска этот совхоз был основан в 1930-х годах как сопутствующий совхоз, чтобы ухаживать за полями вокруг. Инфраструктуры там никакой. Изначально там задумывался трубопровод, но буквально, говорят, он проработал чуть-чуть. Я не знаю, в каких годах, если честно, его провели. Но я там был вот с начала 90-х. Канализации нет, там все ходят в туалет на улицу. А зимой там очень холодно. Челябинская область. У нас бывает иногда минус 36-37. Это редко, но бывает. И вот прикиньте, при минус 37 из сугробах, как зайчик, прыг-прыг-прыг с туалетной бумажкой в руках. Потому что если там ее останется, она там вся будет в снегу выне. Пробовали делать дела со скоростью пулемета? А там все умеют. На момент 2000-го года тогда трактористы получали примерно 10 рублей в день. И им в основном зарплату выдавали, как в Советском Союзе. Помните, тогда трудодни были, людям зарплату выдавали сеном, дровами, всяким зерном. Если трактор сломается, они ученят сами. Но это было тогда 90-е или начало нулевых. Разумеется, там медпункта нет. Магазин. Там не помню даже, был или нет. Нет вроде. Там частники буквально чуть-чуть, ларечки держали какие-то у себя в доме. Ты типа открываешь сене. У них справа столик. И это у них магазин. И там всякие вкусняшки. Разумеется, дороже было. Медпунктом там тоже никакого не было. Там была соседка, у которой образование медсестры. Ходили к ней. Я еще помню, у нее сын вечно в зеленке ходил. Деревня тогда много что выращивала. И подсолнухи, и горох, и пшеницу. Но там жизнь очень тяжелая. Там надо пахать от зари до зари. Вот просто, чтобы элементарно было что-то купить и что-то покушать. А те, кто в комментариях пишет, что они живут в российской деревне, и они с утра выходят в трусах в поле и лежат, загорают. И все. Они ни разу не были в российской деревне. А, ну и прибавьте к этому грязь во время дождя. А, и плюс запах. Ну, коровки, лошадки ходят кое-куда там. Это повсюду валяется, и этим пахнет. Помните, хорошо в краю родном. Пахнет сеном и... Вот, так вот. Это правда. А, еще тогда по вечерам электричество постоянно отключали. Потом вроде перестали. Так что... Грустно.